Друзья, здравия! С вами Шевченко Александр и это Академия Счастья. Сегодняшнее видео по улучшению качества жизни. Сегодня поговорим о том, что происходит с человеком, когда он начинает что-то утаивать. Зачастую это происходит тогда, когда человек сделал какой-то поступок нехороший, который он считает нехорошим и который приходится скрывать. Это может быть не обязательно какое-то преступление. Это бывают у детей самые простые вещи. Если там ребенок знает, что взрослые родители его за это накажут, то он будет это делать, а потом скрывать и утаивать. Поэтому, а что потом, кстати, происходит? То есть, когда он утаивает, у него эти утаивания накапливаются. И тогда он начинает критиковать своих родителей, утаивать все больше и больше. И так это получается как такой снежный ком утаиваний. Для того, чтобы распутать такой снежный ком, важно сделать одну простую вещь. Важно сказать, будь то ребенок или любому другому человеку, с кем вы общаетесь, говори мне все ей как есть правду. И я буду принимать эту правду, даже если она действительно какая-то не очень приятная или совсем неприятная. По крайней мере, я так говорю людям. И человек, который готов общаться со мной открыто и честно, он остается в моем кругу общения. Человек, который не хочет общаться честно, а хочет как-то там скрывать, утаивать или совершать какие-то неблаговидные поступки, сплетничать и тому подобное, он просто выпадает из моего круга общения. Потому что я создаю пространство любви и счастья, я настроен на общение с честными людьми, которые также поддерживают это пространство. И когда мы вместе честны с друг другом, то мы можем это пространство создавать гораздо больше. А представьте, если таких честных людей, которые общаются с друг другом, будет много и много в пределах целой страны или всей нашей игровой площадки под названием мир. И, конечно же, тогда будет гораздо проще договариваться, и нам не нужно будет друг другу угадь для того, чтобы соперничать, конкурировать и тому подобное. То есть цель это не победить своего собрата человека, а договориться таким образом, чтобы мы могли вместе, как человечество, достигать, ну, скажем так, гораздо больших целей, чем те, которые есть сейчас. То есть дойти до состояния коллективного сознания, когда нам не нужно что-то скрывать друг от друга. Потому что когда мы скрываем, конечно же, мы не можем действовать сообща как единое целое. А коллективное сознание – это когда есть полная правда, полная гармония, полная естественность. И вот здесь возникает коллективное сознание тогда, когда мы действуем как единая команда, как единая группа под названием человечество. И тогда, конечно, мы можем выявить тех, кто нам вредит, убрать их со своего пути, будь то люди или даже нелюди. И, конечно же, действовать дальше. То есть мы можем достигать, то есть мы можем делать то, что действительно будет приносить пользу и радость для всех и для каждого из нас. То есть не то, что приносит там больше выгоды или больше денег, а то, что приносит больше благополучия, больше блага, больше доброты и больше для нашего общего выживания. Поэтому я объяснил вам, что когда мы начинаем друг другу врать, то на этом все заканчивается. Поэтому предлагаю быть честными, открытыми, правдивыми и действовать на благо для каждого. Если видео понравилось, поставьте палец вверх, отметку «Нравится», подпишитесь на канал и колокольчик для напоминаний. И, конечно, поделитесь этим видео с вашими близкими. Во благо, друзья, и до скорой встречи.